С главными событиями этого дня в студии Иван Никонов. Депутаты окружного собрания соберутся на внеочередную сессию. Она состоится 22 декабря в 14 часов. В повестке сессии 16 вопросов, в том числе об окружном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годов. Также в повестке законопроекты по реорганизации ряда образовательных учреждений и организации дополнительного образования округа. Планируется рассмотреть в первом чтении поправки в закон Ненецкого округа о поддержке семьи, материнства, отцовства и детства в Ненецком автономном округе. Сессия начнется 22 декабря в 14 часов. Телеканал «Север» будет вести прямую трансляцию из зала заседания. В поселке Красное свои двери распахнул дом-ремесел. Он передан в собственность поселковых предпринимателей. В здании предусмотрены специальные помещения для цехов по обработке шкур, торговые павильоны, выставочный зал. Теперь хозяйка центра Лилия Тайборей будет искать единомышленников, которые помогут ей рассказать об искусстве ненецких мастериц на всю Россию. Лилия Тайборей увлекается пошивом изделий из меха с детства. Обстановка в семье к этому располагала. Родители работали и жили в тундре. Поэтому сырья, кожи и меха было в достатке. Мягкие тапочки, шапка-северянка из лисицы, красная сумочка-падка в руках мастерицы всегда получаются оригинальными и в то же время сохраняют национальный колорит. Я работала еще в Думе культуры. И был у меня кружок как раз по поделкам, по игрушкам, по ненецким. Муку мы делали, еще что-то. И они очень привыкли, им очень понравилось заниматься как раз ручками, шить и что-то еще делать. И действительно, они будут ко мне сюда приходить, к нам. И будут тоже учиться шить, учиться выделывать, учиться даже делать вот эту дымбойку, из жилки делать, как у нас это делается. Это станет возможным в Доме ремесел – новом объекте предпринимательской деятельности. Здесь мастерицы и мастера будут изготавливать сувениры, традиционную одежду, предметы быта и оленью упряжь. Также здесь планируется организовать клуб общения на ненецком языке. Название центра имеет символическое значение – тембойка, в переводе с ненецкого – жилка, или нить, передающая традиции из поколения в поколение. Моя мечта – для начала собрать команду. Настоящую команду людей, единомышленников. Это для меня, наверное, самое главное сейчас. В будущее я бы хотела, конечно, быть популярной не только в своем округе, но и вообще по всей России. Почему? Я думаю, что каждый человек, родившись на эту землю, должен выполнить, наверное, какую-то свою миссию. Я думаю, что, наверное, это моя миссия как раз на сегодняшний день. Воплотить мечту мастерицы помогли родители, администрация округа и нефтяная компания. Здание уже передано в собственность поселковых предпринимателей. Мебель помогла приобрести компания «Лукойл». В рамках реализации соглашения о социально-экономическом сотрудничестве с администрацией Ненецкого округа. Мастерская позволит не только сохранять народные ремёсла, но и зарабатывать деньги от продажи изделий. Мы продолжаем создавать инфраструктуру для развития предпринимательства. И радует то, что сейчас мы уже создаём инфраструктуру не только в городе, но и на селе. Данное помещение позволит не просто сохранить традиции, самобытные традиции ненецкого народа. В части производства национальной одежды, национальной обуви, национальных украшений. Сохранить и научить других. Я думаю, что мы сможем это потом тиражировать на другие населённые пункты. И создавать там, может быть, подобные филиалы. Потому что у нас есть мастерицы и других населённых пунктов. Это наш первый, так сказать, дом ремёсел, в котором вам стартовать и учить наших людей и других населённых пунктов. По словам Татьяны Лагвиненко, в перспективе посёлок Красное вполне может стать объектом туристской индустрии. Гости региона всегда интересуются сувенирной продукцией и предметами народных промыслов. Дом ремёсел посёлка Красное сможет предложить гостям самый широкий ассортимент товаров. В Государственной корпорации Фонд содействия реформированию ЖКХ подвели предварительные итоги реализации программы по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья. Напомню, до 1 сентября 2017 года в стране должно быть расселено всё аварийное жильё, признанное таковым до 1 января 2012 года. А значит, до завершения программы по переселению граждан осталось меньше года. Всё аварийное жильё, признанное таковым на 1 января 2012 года, уже полностью расселено в Республике Ингушетия, Калининградской и Московской областях, Москве и Санкт-Петербурге, а также Ненецком округе. Контроль за реализацией программ переселения в регионах со стороны Фонда ЖКХ идёт постоянно сразу по нескольким направлениям. Серьёзную работу проводит также счётная палата, которая даёт оценку финансовой составляющей реализации программ, возможных рисков, возникающих дефицитов бюджетов регионов для софинансирования программ. Представив Минстрой России данные, на основе которых фондом ЖКХ определялись ключевые показатели расселения по годам, часть регионов запланировала расселение наибольших объёмов аварийного жилья на 2017 год. При этом важно отметить, что на данный момент уже законтрактовано более 70% от оставшегося объёма аварийного жилья, которое необходимо расселить до 1 сентября следующего года. Сброс сточных вод в Печору под контролем прокуратуры. Сотрудники ведомства проявили качество очищенной воды, которая стала предметом судебного разбирательства. Ненецкий округ занял высокую позицию во всероссийском рейтинге развития медиасферы 2016. Округ стал 12-м среди 85 российских регионов по уровню развития Института массовой информации. Платить за свет, воду, газ и тепло россияне смогут напрямую поставщикам этих коммунальных ресурсов. Таким образом, управляющая компания потеряет доступ к живым деньгам, в результате чего могут снизиться счета. Соответствующий законопроект подготовлен Минстроем и опубликован на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов. Сегодня коммунальные квитанции формируют и рассылают жильцам дома управляющие компании ТСЖ и ЖСК. Из-за того, что квартиранты не знают точных цен на ресурсы, управдомы могут по своему усмотрению увеличивать счета. Злоупотреблений не избежать, говорят эксперты. Но если платежи будут начислять сами поставщики ресурсов, то механизм оплаты станет гораздо прозрачнее. Никаких накруток, никаких недопониманий. О введении нового механизма говорят уже давно, но если изначально его планировалось сделать добровольным, то в окончательном варианте документа речь уже идет об обеззаловке для всех домов. Таким образом, для заключения договора не потребуется подписывать его в бумажном виде с каждым собственником квартир или проводить общее собрание в многоквартирном доме. Не загрязнять Печору сточными водами. Сегодня эту проблему решает муниципальное предприятие ПОКИТС, которому принадлежат очистные сооружения. В апреле 2016 года городской суд обязал предприятие обеспечить очистку вод, сбрасываемых в реку Печора с центральных очистных сооружений. Как исполняется решение суда, показала проверка прокурора. 4 тысячи кубометров воды в сутки. Такое количество сточных вод поступает из жилых домов Наринмара на очистные сооружения, предприятия, объединенных котельных и тепловых сетей. В резервуарах вода проходит очистку и сбрасывается в Печору. В апреле 2016 года Наринмарским городским судом удовлетворены более исковые требования прокуратуры округа об обязании ПОКИТС обеспечить очистку вод, сбрасываемых в реку Печора с центральных очистных сооружений, установленным нормативом допустимых сбросов. В настоящее время мы проводим совместно с управлением Росприроднадзора ПАНАУ контрольную проверку, как исполняется муниципальным предприятием наше исковое заявление. Какие меры принимает муниципальное предприятие для выполнения судебного решения, прокурору рассказал инженер Евгений Иванов. Очистка сточных вод на сооружениях соответствует всем нормативным требованиям. Однако, есть проблема по объемам поступающей воды. Очистные сооружения работают на пределе своих возможностей и периодически превышают, количество сточных вод превышает проектные показатели. За вчерашние сутки превысило на 10%, например. И такое идёт регулярное превышение. Это превышение ведёт к загрязнению водного объекта река Печора. Решением проблемы предприятие занялось несколько лет назад, когда запустило строительство корпуса биологической очистки и доочистки сточных вод. Но подвела компания-застройщик. Даже после суда подрядчик не завершил строительство объекта. Здесь ведётся строительство второй очереди центральных очистных сооружений. Ведёт компания Петрофонд. В данный момент они обязаны исполнять судебное решение по выполнению пусконаладочных работ. В данный момент мы здесь никого не видим. Да, нам крайне необходима эта станция очистки сточных вод. Как я уже раньше говорил, что у нас идёт превышение по количеству стоков. И нам бы эта станция очень сильно помогла. Разгрузила бы основную очередь. А пока инженеры нашли другой способ очищать сточные воды – методом реагентной доочистки. Эту технологию предложило использовать совместное австрийско-российское предприятие. К биологически активному илу, которым очищается вода, добавляется специальный состав. Я добавляю вещество, которое… А что это за жёлтое? Это… Ну, состав его – это полиоксихлорид алюминия и хлорное железо. А они не погибнут? Нет, для них это наоборот, как витаминка. И она будет светлеть сейчас? Оно ускоряет процесс осаждения. Посмотрите, образовались хлопья сразу же. Сразу же образовались хлопья и пошло осаждение, отделение ила от воды. Использование новой технологии позволило за два месяца достичь показателей очистки, указанных в законе. Остались небольшие проблемы с нитратами. Среднее превышение этих солей в очищенной воде составляет не более 20% от норматива. Вот что у нас получается на выходе. Чистейшая вода. Пробы очищенной воды взяли сотрудники отдела анализа и мониторинга окружающей среды на Ренмара. С результатами анализов население познакомят сотрудники прокуратуры. Валентина Чибичек, Вадим Стасюк, Телеканал «Север». Ненецкий округ занял высокую позицию во всероссийском рейтинге развития медиасферы 2016. Фонд «Медиастандарт» представил рейтинг 85 российских регионов по уровню развития Института массовой информации. Специалисты проанализировали 50 различных индикаторов, таких как состояние среды для работы средств массовой информации, влияние власти, бизнеса, общественных организаций на работу СМИ, состояние аудитории и состояние СМИ и медиаконтента. В результате Ненецкий округ вошел в лидирующую группу, оказавшись на 12-й позиции индекса развития медиасферы 2016. Интерес представляют результаты массового опроса. Согласно данным, в России нет региона, где уровень доверия к СМИ был бы ниже 50%. При этом доверие к региональным и местным источникам информации в большинстве субъектов РФ выше, чем к федеральным. Во время опроса респонденты отвечали, насколько часто они смотрят телепередачи не только по телевизору, но и на других устройствах. В любом регионе половина и более жителей потребляют такой контент каждый или почти каждый день. Меньше всего в Чечне – 50%, и в Ингушетии – 56%, больше всего в Новгородской области – 77%, в Ненецком автономном округе, Саратовской и Орловской областях – по 76%. При этом опросы зафиксировали существенное снижение количества россиян, уделяющих именно телевизору – два и более часа каждый или почти каждый день. Ненецкий округ включен в топ-12 регионов по потреблению новостей в интернете. Лидируют в этом Республика Коми, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа, Мурманская область. Следом идут Москва, Ненецкий автономный округ, Республика Бурятия и Сахалинская область. Новые жертвы старой схемы Жители округа снова попали в ловушку мошенников. На минувшей неделе доверчивые граждане перевели телефонным преступникам более 200 тысяч рублей. Жители Наринмара подверглись очередной атаке телефонных мошенников. Только за прошедшие две недели в руки аферистов доверчивые граждане отдали более 200 тысяч рублей. Преступники и в этот раз действовали по старой схеме «Ваш родственник попал в ДТП». Почему на старую схему попадаются новые жертвы и на ком зарабатывают аферисты, узнала Любовь Пермякова. 15 декабря в дежурную часть полиции поступило сразу три обращения от граждан по фактам телефонного мошенничества. И опять преступники действовали по старой схеме «Ваш родственник попал в ДТП». Осуществляя звонки на стационарные телефоны, жители пенсионного возраста представлялись родственниками, знакомыми, потерпевших. Сообщая информацию о совершенных ими дорожно-транспортных происшествиях с участием пострадавших, требовали сотрудники правоохранительных органов в лице злоумышленников передачу денежных средств. В двух случаях граждане проявили бдительность и внимательность, немедленно прекратили разговор с неизвестными лицами и позвонили родственникам по телефону. Но в одном случае мошенники все-таки сумели обмануть пожилую жительницу Наринмара. Со слов женщины, 15 декабря ей на стационарный телефон позвонил якобы ее сын и сказал, что в результате ДТП он сбил женщину, которая в настоящее время находится в больнице и у нее сломаны ребра. Я передам, говорит, сейчас следователь, этот телефон, он передал следователю. И что следователь вам сказал? Ну якобы следователь. Следователь. Заговорите, говорите. Это то, что говорит. Он сейчас пошел в больницу, его тоже в барах, ну зато он может и все такое, как это несчастное случение. ДТП? Да, да. Так вот, он, говорит, его в барах, он тоже в больнице. Если, говорит, вот, идите мне 50 тысяч, что, говорит, это, ну, говорит, его отпустим, женщина, говорит, вам простит. Растерявшаяся пожилая женщина ответила, что у нее есть только 15 тысяч рублей. Мошенника устроила эта сумма, и он сказал, что через некоторое время к ней домой придет человек, и ему необходимо передать деньги. Не прошло и часа, как в дверь позвонили, и на пороге стоял подросток, который сказал, что пришел за деньгами. Женщина, не задумываясь, передала ему денежные средства. Сейчас по этому случаю сотрудники полиции проводят проверку. Спустя три дня новой жертвой телефонных аферистов стал житель Наринмара 65-го года рождения. Со слов потерпевшего, 18 декабря текущего года ему на стационарный телефон позвонил якобы его сын и сказал, что в результате ДТП он сбил женщину, которая в настоящее время находится в больнице в тяжелом состоянии. Затем трубку взял якобы сотрудник полиции. За освобождение сына он потребовал средства в сумме 200 тысяч рублей. Житель Наринмара ответил, что у него есть только 100 тысяч. Мошенника устроила эта сумма, и он сказал, что через некоторое время к нему домой придет человек, которому мужчина должен передать деньги. Не прошло и 15 минут, как раздался звонок в дверь. 51-летний житель Наринмара увидел молодого человека, которому и передал деньги. Перезвонив своему сыну по телефону, выяснилось, что аварии не было. По данному факту сотрудники полиции проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Еще один случай мошенничества при помощи телефона произошел на прошлой неделе. На этот раз аферист уже не звонил по телефону, а предлагал их купить. Причем по выгодной цене. На чем и попался. Полицейские задержали мужчину, продающего копии мобильных телефонов известного бренда, выставляя их за оригинал. Выгодную покупку совершил мужчина 82-го года рождения. Со слов потерпевшего нам стало известно, что к заявителю в районе здания администрации города Наринмара подошел неизвестный его мужчина и предложил купить у него мобильный телефон фирмы Apple марки iPhone 6s по меньшей цене его официальной цены. При этом продавец продемонстрировал документы на мобильный телефон и чек с реальной ценой. А когда заявитель поинтересовался у мужчины, почему такая низкая цена, злоумышленник ответил, что ему срочно нужны деньги для покупки авиабилетов. Заявитель заинтересовал выгодное предложение продавца, и он купил у него мобильный телефон за 15 тысяч рублей. Уже дома заявитель включил мобильник и при изучении меню понял, телефон является копией. В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отдела экономической безопасности и противодействию коррупции задержали 47-летнего жителя Улан-Удэ. У злоумышленника изъяли три мобильных телефона с признаками контрафактности. Полицейские в очередной раз предупреждают жителей округа быть бдительными и не покупать какие-либо товары у незнакомых людей, даже если их предлагают по очень выгодной цене. Любовь Пермякова, Вадим Стасюк, Телеканал Север. Финал Заполярной Лиги КВН прошел в Наринмаре. Веселые и находчивые Ненецкого автономного округа встретились в итоговой битве Заполярной Лиги КВН в концертном зале Дворца культуры Арктика. В финальной игре сезона сошлись опытные окружные команды «Отцы» и «Старая школа». Участники сражались в четырех конкурсах на свободную тематику – приветствие, разминка, биатлон и домашнее задание. По результатам юмористических состязаний битвы жюри признали ничью. Команды набрали по 13,6 баллов. Лучшим артистом сезона 2016 года признан Роман Гришин из команды «Отцы», лучшей артисткой Надежда Польнева из «Старой школы». Специальный приз за лучшую шутку от Дворца культуры Арктика вручили команде «Отцы». Традиционно игроки команды финалистов Заполярной Лиги составляют основу сборной команды Ненецкого округа. Она представит регион на международном фестивале «Кивин-2017» в Сочи 10 января. Это даст старт новому сезону для КВНщиков всего Международного союза КВН, в том числе и в Ненецком Заполярье. Такова информационная картина дня. Мы следим за развитием событий. Увидеть новости вы можете и на нашем сайте адрес trksever.ru. Далее смотрите прогноз погоды. Продолжение следует...